Сегодня обсудим тренды ютуба, удаление инстаграма, Миша Литвина, сколько ютубчик АВО заработал на видео шорт в 5 миллионов просмотров, а также глянем пару забавных роликов, которые тоже набирают дикие просмотры. Да и по традиции, парочка ваших комментариев из прошлого выпуска. В общем, всем привет! Это ютубчик АВО, расскажем тебе кто кого и чего, а ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! А начнем мы сегодня с трендов, где на первом месте мы видим Макса и его ролик «Один день из моей жизни», который собрал полтора ляма просмотров. И да, это хорошая идея, которую иногда используют разные блогеры. И самое главное, что это нравится подписчикам, вы только посмотрите на его комментарии, они все позитивные, добрые и хорошие. Да и кстати, по подписчикам уже 16,5 миллионов. На втором месте у нас Дишес и его ролик «Построили домик под землей». 4,3 миллиона подписчиков. И да, такие ролики уже строили, а Мамикс так вообще строил ледяной дом. Скажем так, тема изжитая, но подписчикам нравится. Ну а на третьем месте у нас опять видео шортс. И да, я негодую, зачем оно в этой вкладке, почему бы не сделать отдельную, когда оно уже появится. В общем, здесь у нас немножко Майнкрафта. Но если зайти на этот канал, то мы увидим 700 тысяч подписчиков и все видосы шорты. Абсолютно все, которые набирают от 200 тысяч до нескольких миллионов просмотров. В общем, шорты живут, но не у всех, только у Майнкрафтеров и у Ютуб чокого. И кстати, пока не забыл, отвечая на ваш вопрос, сколько можно заработать на шортах, я вам сейчас покажу. К примеру, один из наших роликов, где Влад А4 с Теберник Аглая набрал 5,3 миллиона просмотров. А это 57 тысяч часов видео, представляете? Напомним, что для подключения монетизации нужно всего 4 тысячи часа, а у нас 57 тысяч с одного видоса. Так вот, расчетный доход составил 56 рублей. 56 рублей за 5 миллионов просмотров. Так что, друзья, если вы планировали подзарабатывать на Ютубчике, то, скорее всего, все будет не так просто. Михаилу Литвину удалили Инстаграм с миллионами подписчиков за то, что он косвенным способом рекламировал очередную финансовую кампанию. И да, он говорил, ребятки, не вкладывайтесь, это еще не проверенная инфа, но Инстаграм, походу, сразу вложился, видимо, пролетел и заблокировал Миши аккаунт. Но зато на Ютубчике у него вышел очередной классный ролик со снотворным, где он уже протестировал Настю Ивлееву, которая рассказывала про отношения с Элджеем. Давайте посмотрим. А что, вы не будете сходить? При этом сам Миша готовится принимать снотворное, потому что его ждет операция по его плечу. Напомним, что в одном из роликов он пытался ухватиться за трос и ему очень сильно дернуло руку. Далее последовала сильная боль, сильные крики и понимание, что плечо надо будет ремонтировать. В общем, у Миши все не слава богу. А тем временем, немного трэша, мужик съел медузу за косарь. Давай, за косарь, за косарь медузу ест, смотрите. Дело в том, что на пляже в Сочи один паренек наспор съел медузу и залил пивком. Причем по условиям спора он должен был получить 1000 рублей. А еще один гений поставил джойстик за место руля. И многие думали, что он будет просто управлять крестиком, но нет, он его воткнул прям в рулевую колонку и просто им крутит. Скажем так, мини-аналог Тесла. Скорее всего, еще пару подобных покатушек и представители ГИБДД займутся этим парнем. Скажем так, как ГТАшечки постепенно будут добавляться звездочки розыска. В общем, на сегодня это все. Подписывайся, ставь колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем пока.